Мы будем говорить сегодня о Благодарении. На этой неделе, в четверг, будет праздник, День Благодарения. Этот праздник появился после указа Авраама Линкольна. В 1863 году, после того, как армия Северных Штатов отержала победу в двух последних решающих сражениях у Виксбурга и Геттесбурга, и вот что он написал в своем обращении. Я приглашаю моих друзей и сограждан во всех пределах Соединенных Штатов отделить для себя последний четверг ноября, как День Благодарения, как День Благодарности нашим Отцам, которые обитают на небесах. Я рекомендую в соответствии с этим предписанием, справедливости ради проводить это время со смиренным раскаянием в отношении общенародного беззакония и непослушания, и окружить заботой всех тех, кто стали вдовами, сиротами, плачущими и страдающими в гражданском противостоянии, в которые мы были вовлечены неизбежным образом. Да обратим мы наши усиленные просьбы к Богу Всемогущему для исцеления ран общества и восстановить нас как можно быстрее в Божьей цели полного мира, гармонии, спокойствия и единства. Замечательные слова, правда? С тех пор мы празднуем этот день. Девять раз во время своего президентства Авраам Линкольн просил страну раскаяться и быть благодарными Богу. Это были дни поста и дни раскаяния за соделанные грехи народа. Можем ли мы говорить так сегодня с публичной платформы? Можем ли мы говорить сегодня о том, что мы делаем неправильные вещи и взыскать Бога в молитве и в вере? Времена изменились, но Дух Божий в наших сердцах тот же самый. Мы серьезны в отношении нашего хождения с Богом и доверии Ему. Давайте мы вместе откроем книгу «Второзаконие», восьмая глава. Я не мог вспомнить это место Писания на раннем утреннем служении. Оно где-то затерялось в моих файлах. Когда Израиль вышел из земли египетской, Бог обучал их у горы Синай быть поклоняющимися Богу. Они не могут приходить к Богу запросто. Поэтому было установлено священство, была построена скиния, в которой приносили жертвы животных. Они должны были быть святым народом, потому что Бог свят. Но мы на самом деле не такие. И поэтому Бог обучал их в пустыне, как приходить к Нему. Об этом вся книга левит. Как приходят люди в присутствии святого Бога. Не приходить к Нему ни с чем, но приходить с кровью, с елеем и курением. Книга Исхода, 13 глава, 14 стих. И когда после спросит тебя Сын Твой, говоря, что это? Когда ты вышел из земли египетской, и перед тем, как выйти, ты совершил Пасху. Но в земле обетованной вы будете праздновать праздник Пасхи. И когда Сын спросит тебя, что это? Что значит, что мы празднуем Пасху? Что это? Когда я входил сегодня в церковь, я увидел Энди Кастро и его маленького сына. И как его сын на маленьких ножках следует за своим отцом. Его сын спросит его однажды. Папа, а зачем мы приходим в церковь? Папа, какова наша миссия? Папа, а зачем ты читаешь Библию? Папа, а почему ты веришь в Бога? В этом случае... Папа, почему мы вышли из Египта? Папа, зачем мы празднуем Пасху? Зачем нам есть Агнца? И в чем значение крови? Если у меня нет ответа, если я не могу сказать своему сыну, почему я делаю это, почему я верю, он столкнется с тем, что будет выдумывать сам, почему это так. у него появятся свои идеи. Я верю, что в будущем это будет великое послание. Вот эта фраза. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это? Как родителям нам нужно иметь ответы. Причина, по которой у нас есть ответы на это, это мы были вместе, и я был с вами. Я верю, что Бог учредил тело Христа, чтобы мы стали мудрее, чтобы знали Библию, понимали ее, и знали жизненные ответы. Замечательно, когда ваш сын скажет, «Папа, а зачем ты молишься? Папа, почему ты любишь маму? Папа, зачем мне ходить в школу? Папа, зачем я должен хорошо относиться к Эдди? Он же плохой человек». И так далее. Какой же ответ на это? 14 стих. «То скажи ему». «Скажи ему». Знаете, что в иудейской семье, говоря в общем, в общем о иудейской семье, нет таких же проблем, как в других семьях. Знаете почему? Они говорят со своими детьми об определенных событиях. Они предостерегают своих детей и обучают их. У них нет таких проблем, которые происходят в жизни или в семьях других людей. Проблема в нашей культуре сегодня родители не разговаривают со своими детьми. Они просто не знают, что сказать своим детям. Господь говорит здесь, «Когда после спросит тебя, сын твой, что это, то скажи ему, где сказать? За ужином. Где? Перед сном. Почитайте ему, когда он ложится спать. Где сказать? Утром за завтраком. Говори ему, веди его, наставляй его». Мы живем в Соединенных Штатах Америки. И у нас есть День Благодарения. Праздник. Кто-то из детей спрашивал у своих родителей, «Папа, а что такое День Благодарения?» «О, это значит, что мы идем на футбол. Это значит, что мы будем есть тенгейко. Это значит, что вся наша семья соберется вместе». Хорошо. Мы соберемся вместе. И что ты скажешь нам? В чем смысл этого праздника? В чем значение того, что мы вышли из Египта? В чем значение церкви? В чем значение жизни веры? Хорошие вопросы, правда? «Я здесь не для того, чтобы обвинять кого-то или приводить в смущение. Я сам отец, и я очень благодарен моей жене за воспитание наших детей». 14 стих. «То скажи ему, «Рукою крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства». Знаете, зачем это нужно? Потому что у нас есть невероятная способность все извратить. Это не Бог вывел нас из Египта. Послушайте, когда Моисей взошел на гору, и его не было семь дней, что сделал народ? Они сделали золотого тельца. Что же они сказали? Это Бог, который вывел нас из Египта. Они сказали это своими собственными устами. Мы ставим все с ног на голову. Почему День Благодарения? Потому что по всей нашей стране есть магазины Уолмарт. Нет! Это из-за того, что у меня есть телевизор полтора метра в диагонали. Я благодарен за него. Давайте откроем книгу Второзаконие, восьмую главу. Восьмая глава и семнадцатый стих. Господь говорит Своему народу, который вышел из Египта и идет в землю обетованную. И он придет туда. И здесь мы видим. Господь говорит, «И чтобы ты не сказал в сердце своем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это». Как ты обрел свое богатство? Я очень усердно работал. Как ты преуспел в твоей жизни? Я поднимался вверх и достиг вершины. Как так произошло, что Соединенные Штаты Америки стали такой богатой страной? Потому что мы трудились, не поглодая рук. У нас много талантливых людей. Мы были посвящены своей работе. Мы жертвовали. Мы сделали это. Бог говорит Израилю, «Не думайте о себе слишком высоко». Это не вы. Вы самый малый народ из всех народов. Вас было семьдесят человек, когда вы пришли в Египет. И я умножил вас. Бог умножил народ Израиля. Когда Бог вывел Израиль из Египта, это не была сила Израиля, но сам Бог вывел их. Господь говорит, «Когда вы получите во владение города, виноградники, после того, как поразите филистимлян и хананеев, не думайте, что это вы сделали». Нет, это не вы. Но вы будете думать, что это вы. Вы перестанете быть благодарными. Перестанете быть кроткими и смиренными. Вы возгордитесь, потому что сделаетесь сильны. И вы скажете, «Это сделал я». 18 стих. «Но чтобы помнили Господа Бога твоего». Можем ли мы забыть Его? Да. Далее. «Ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Он дает тебе силу приобретать богатство. Давайте так скажем. Он дает тебе силу приобретать богатство. А как насчет этого? Это Он пробуждает тебя утром. Это Он дает тебе силу сесть в машину, повернуть ключи, и она заведется. Кто-то скажет на это «Аминь! Как здорово!» Только Господь может завести мою машину. Это Бог дает тебе силу сидеть за столом и есть обед. Это Бог дает тебе силу разговаривать и мыслить. Это Бог дает вам зарплату. Нет, это моя компания платит мне зарплату. «Хорошо. Я понимаю вас. Но вот что говорит Бог. Мы не понимаем реальность всей жизни. Мы так много думаем, что что-то произошло из-за нас. И если я потеряю дух благодарения, я могу стать гордым. Мы, как страна, находимся в таком положении сегодня. Мы потеряли это и стали гордыми. Мы ходим и хвалимся друг перед другом о том, что у нас есть, вместо того, чтобы понять, что все это благодать Божья. Это Его благодать дает нам здоровье, помогает нам стоять вертикально, дает нам здравость ума. Его благодать дает нам Его Дух, Его любовь. Его благодать позволяет нам находиться вместе и иметь друзей. Его благодать дает нам здоровых детей. Но если наш ребенок нездоров, мы принимаем это от руки Божьей, и Бог говорит мне, что все содействует ко благу. Он живой Бог. Мы потеряли путь, потому что забыли о Боге. Да, это серьезно. Вы поняли о том, о чем мы говорим сейчас? 18 стих. Но чтобы помнили Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он утвердил клятвою Отцам твоим. Я нарисую картину для вас. Может быть, вы уже устали от нее. Но она лучше всех представляет, что такое Вселенная. Вся Вселенная – это дом с двумя этажами. Вся Вселенная, все небеса и место обитания Бога – это дом с двумя этажами. Обычный человек живет на первом этаже дома. Он живет, видит, чувствует, мыслит. Он воспринимает этот мир. Он был рожден в этот мир, и это первое его рождение. И далее, я живу в ограниченном времени и в ограниченном мире. и дней моей жизни 70 лет. И для меня, мне уже 70 лет, и я уже заканчиваю мое хождение по этой земле. Может быть, я дольше проживу, но так говорит Библия. Но вот Иисус пришел в этот мир, чтобы показать нам невидимый мир. Вы увидели Его? Иисус сказал Нафанаилу, «Ты увидишь ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Он также сказал, «Я вижу, что делает Мой Отец, я иду приготовить место для вас. Если бы это было не так, я сказал бы вам. Если бы это не было истина, я сказал бы вам, но это истина. И я иду приготовить место для вас». Это то место, где был апостол Павел, Третье Небо. Мы можем сказать, что на Третьем Небе большое количество людей. Там Бог и Его ангелы. Там Христос, наш Первосвященник, кто вошел во Святое Святых на Небесах. Мы ожидаем города, которого художником и строителем является Бог. Евреям 11,16. Мы не видим этого, но мы ходим по вере. И Дух обучает нас. Он открывает нам Свое Слово. Мы рождены свыше. Бог наш Отец. И мы Его дом. Ефесянам 2,20. Мы искуплены кровью Его Сына. В нас обитает Дух Святой. Мы названы Его именем Иеремия 15,16. Дух Святой наш Учитель и Утешитель. Он наставляет нас и открывает нам те вещи, которые мы не понимали раньше. Мы благодарны с вами за последующие вещи, о которых мы сегодня будем говорить. Мы благодарны за Небеса. Люди, сейчас на Небесах, мы читаем об этом в книге Откровения, 4 глава, 5 глава, 7 глава. На Небесах постоянное поклонение Богу. Когда мы оставим наши тела, мы пойдем к Богу, и это будет невероятным событием. Мы пойдем и увидим то, во что мы верили, и узнаем, и утвердимся, что это истина. Мы узнаем это отчасти, сейчас. 1 Коринфянам 13. Но когда мы увидим все своими глазами, мы присоединимся к великому сонному благодарению и прославлению Бога. Мы скажем «Слава Вышних Богу!» Давайте посмотрим на одну из картин в книге Откровения, 7 глава. 11 стих. «И все ангелы стояли вокруг престола из старцев и четырех животных и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу». Невероятная картина поклонения. Детали жизни первого этажа предстают перед нами совсем в другом свете. Боль, смерть, страдания, демоническая активность, ложь, обольщение, слепота – все это мы видим совсем в другом свете, когда мы поклоняемся. Вот что мы будем говорить. 12 стих. «Говоря, аминь, благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Мы можем сказать, что этому нет конца. Это просто невероятное понимание Бога и глубокое поклонение Ему. Мы увидим это, как никогда. Сейчас мы вкушаем частичку этого. Это похоже на то, как заключенные переговаривались друг с другом, стуча по трубе азбуку Морзе. Один заключенный стучит послание по тебе по трубе другому. Я знаю, что кто-то говорит со мной азбукой Морзе, но не могу видеть. Это похоже на то, как Бог говорит с нами сегодня. Бог говорит с нами, открывает нам вещи, и мы немного понимаем. Когда Христос пришел в мир, Он показал нам Отца. Он больше Моисея, больше Иисуса Навина, больше ангелов. Он лучшая жертва, лучшая кровь, лучший завет. В книге послания к евреям слово «лучше» используется 11 раз. Лучший город, лучшее наследие, лучшее священство. Когда мы поверили во Христа, мы стали живыми духовно и поклоняющимися Богу. мы поклоняемся Богу по вере. Дух Божий наполняет нас, обучает нас, и мы говорим, «Да, я вижу это, я верю в это. Даже если я не вижу моими глазами, я вижу моим сердцем, вижу Духом Божьим в проповеди, Духом Божьим в теле Христа, в делах веры». Есть один очень интересный стих в книге «Экклесиаста», 7 глава, 14 стих. «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй». Давайте мы еще прочтем. «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй». Может быть, поставим вместо слова «размышляй» слово «депрессия»? «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни депрессии». «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья раздражайся». «Во дни несчастья находись в депрессии». «Во дни несчастья беспокойся». Человек начинает ругаться на Бога, гневается на Бога и ненавидит Его. Что же здесь сказано? «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй». «Будь стабилен, когда тяжело, когда несчастье, и приобретай Божий ум». Бог не обещал тебе, что все дни твои будут дни благополучия. Он сказал нам, что будут всякие дни, когда приходят хорошие вещи. Например, я иду по улице и нахожу 100 долларов. Возможно, вы не найдете их на нашей стоянке, но на другой возможно. Вы нашли и говорите, «Господи, спасибо!» «Ты хочешь, чтобы я вернул их к тому, кто потерял?» Или вы получили хорошие новости от Бога, или вы получили хорошие новости от доктора, или ваша потерявшаяся дочь вернулась домой, или вы получили повышение по службе, во дни благополучия. «Радуйся!» В эти дни легко быть благодарным, когда вы находите 100 долларов. Есть много вещей, за которые я лично благодарен Богу. Хелен Келлер, которая потеряла слух и ослепла из-за ее болезни, она сказала, «Так много было дано мне, что у меня нет времени думать о том, чего у меня нет». «Так много было дано мне, что у меня нет времени думать о том, чего у меня нет». Джонни Эриксон сказал, «Благодарение не зависит от чувств, но от послушания». Один человек сказал, «Пилигримы копают могилы в семь раз чаще, чем строят хижины». Однако они отделяют для себя день благодарения. «Во дни благополучия радуйтесь!» Но когда у пилигримов или у тех людей, которые переселялись из Европы в Соединенные Штаты, они в семь раз больше копали могил, нежели строили дома, тогда размышляй. Они могли бы сказать, «Бог перевел нас через океан. Кто-то из нас выжил в наш первый год, и мы надеемся, что кто-то из нас останется в живых и на второй год. Бог поможет нам. Может быть, мы можем быть сконцентрированы на том, что мы теряем. Но, может быть, нам больше благодарить за то, что у нас есть. В моем браке не все в порядке, но у меня есть брак. Может быть, Бог использует брак, чтобы обучить меня чему-то, чтобы я не жил одним только хлебом, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Может быть, мне лучше размышлять во дни бедствия и быть мудрым. К сожалению, мои несчастья могут вести меня к концентрации на них, да так, что у меня еще больше несчастных дней из-за того, что я оставил Бога в них. Бог сказал Израилю, когда вы придете в землю обетованную, помните, откуда вы пришли. Исаия говорит, Авраам, взгляни на скалу, из которой ты был иссечен, и в глубину рва, из которого ты был извлечен. И Осип был извлечен из-за рва. Он был послан в Египет. И Бог обратил зло в добро и спас весь народ. Иногда пророки говорили об Израиле в уничижительной форме. Твоя мать была, и они использовали уничижительную форму. Гордость приходит очень быстро. Она может возникнуть в любой стране, в жизни любого человека. У кого-то есть деньги, у кого-то есть диплом и так далее. Благодарение это большая часть жизни. Джордж Миллер основал детский дом, где находились до тысячи сирот. В одно утро у них не было еды. Он собрал всех детей и персонал, чтобы молиться и благодарить Бога за еду, которой не было на столах. Через несколько минут булочник постучался в дверь и сказал мистеру Миллеру, что Бог повел его испечь хлеб сегодня для детей детского дома. Сразу же после него постучался в дверь молочник и сказал, мой грузовик сломался недалеко от вашего дома, и я хочу отдать все молоко вашим детям. Истина в том, что в моей скорби я размышляю. Вполне вероятно, Бог обучит меня чему-то, чтобы я обратился. Я могу получить ответ от Бога, но я хочу предупредить нас всех, что я могу не получить ответ, который я желал бы получить. Я говорю, что в моем случае не было такого свидетельства. Может быть, Бог продолжает работать со мной, и я не получаю ответа. Мне нравится, что наша вера реальна. Работа и молитва идут вместе. Я иду на работу, и работа завершена. Я иду на молитву, молюсь, и работа тоже завершена. Вы скажете, да, я верю в молитву, но мне нужно идти на работу. Дело не сделается само, если я не пойду на работу. То же самое в отношении молитвы. Я могу не получить что-то из-за того, что я не ищу этого. Не верю, не молюсь. Я не считаю это важным. Я не считаю один брат сказал, а я вообще не молюсь. Я спросил, почему? Он ответил, это же все в воле Божьей. Если Бог хочет этого, то оно произойдет. Зачем же я буду молиться за что-то, если Он делает все, что Ему угодно? Я сказал, то же самое в отношении дела. Если ты не сделаешь себе бутерброда, у тебя его не будет. Если это Божья воля, у тебя будет бутерброд. Но я обнаружил то, что если я буду сидеть за столом и ждать, что Бог сделает мне бутерброд, я могу остаться голодным. Что ты здесь сидишь? Я жду обед. Почему бы тебе не приготовить обед? А, потому что если Бог желает, чтобы у меня был обед, Он приготовит его. Но, похоже, это не в Его воле. может быть Бог дал тебе способность приготовить обед, так иди и приготовь его. То же самое в отношении молитвы. Может быть у вас нет чего-то потому, что вы не просите. Вы ждете суверенную волю Божью, чтобы это произошло. А что если Его суверенная воля, чтобы вы молились, и тогда это произойдет, из-за того, что вы молитесь. И это не произойдет, если вы не молитесь. Но, надеюсь, вы поняли то, что я сказал. Или даже вы поняли то, что я сказал лучше, чем я сам. Замечательно. Хорошо. В заключении. Думаю, что нам нужно иногда останавливаться в нашей жизни и строить жертвенники. Жертвенники благодарения. Я часто путешествую через Атлантический океан. Когда-то давно у меня была мысль, чтобы поставить столб у себя во дворе, и всякий раз, когда я возвращаюсь домой через океан, я писал бы на этом столбе дату моего возвращения. Я так и не сделал этого. Интересно, сколько столбов было бы в моем дворе. Всякий раз, когда я возвращаюсь, я склоняюсь на колени и говорю Богу, благодарю Тебя, Господи. я поехал и вернулся. Спасибо, Боже. Мы можем строить жертвенники. Когда мы купили свой первый дом, я даже не верил, что он наш. Что? Это мой дом? Там было немного комнат, немного мебели. я был так благодарен. Я склонился на колени и поставил там жертвенник и сказал Богу, благодарю Тебя, Господи. Я благодарю Бога за Соединенные Штаты Америки. И я говорю это в духовном смысле. Спасибо за то, что у меня есть свобода. Спасибо за Библию. Спасибо за друзей. Спасибо за холодильник и что в нем есть еда. Спасибо за то, что у меня есть загранпаспорт. Спасибо за то, что полиция не стучит в мою дверь ночью и не сажает меня в тюрьму. Спасибо Боже за все, что у нас есть. Ной вышел из Ковчега через год, когда закончился потоп. Он вошел в него и все животные с с ним. По окончании потопа земля высохла. Он вышел из Ковчега и животные с ним. Он сразу же построил Ковчег Господу. Он взял от чистых животных и чистых птиц. Вы можете представить себе, что животные разговаривают с вами? Представьте себе, чистые животные говорят ему, ты что шутишь? Мы все были вместе с тобой в Ковчеге целый год, и ты хочешь сейчас убить нас? Мы только что избежали смерти от потопа и стали семьей. Ты что хочешь? Принести нас в жертву? и сейчас вы меня сократили? Да, именно так. Ну-ка, положи-ка свою голову на этот камень. Бытие 8 глава 20 стих «И и устроил ноль жертвен Господу и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес всесожжение на жертвеннике. Знаете, что я могу принести на жертвенник драгоценные для меня вещи и сказать Богу, ты больше всего этого. Ты достоин, чтобы я вылила на твою голову это драгоценное миро. «Ты – вся моя жизнь, и Ты – мой Бог». Однажды на небесах мы скажем это, мы говорим так сегодня каждый день, это захватывает нас, это замечательно, это чисто. Все в этом мире подчинено замечательной личности Бога, которого мы знаем так мало, и Его величие и могущество. Сейчас мы живем в этом мире по вере. И благодарение в нас из-за Его природы в нас. Благодарение, первое, это Его природа. Второе, благодарение, когда я благоденствую и когда нахожусь в скорби. Третье, благодарение за благость Божью в жизни других людей. У вас замечательный брак. Спасибо Боже, благословит вас Бог. У вас прекрасные дети, да благословит вас Бог. Бог ответил на вашу молитву. Бог сделал невероятные вещи в этой семье. Бог действует в истории. Бог производит невероятные дела для сынов человеческих. Очень много причин для благодарения Бога. Это наша новая природа. Матфея 11, 25. Иисус сказал, славлю Тебя, Отче Господи, небо и земли, что Ты уторил это от мудрых и разумных, и открыл это младенцам. Спасибо Тебе, Отец, что Твои пути, не пути этого мира. Будь прославлен, Боже наш, и мы славим Тебя. Аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Мы приглашаем вас помолиться вместе с нами, и это будет две молитвы. Первое, для тех, которые еще не верят в Иисуса Христа, если вы никогда не доверялись Иисусу Христу, если вы никогда не относились к Нему серьезно, если вы никогда не имели убеждения в том, что вы грешник, и вам нужен Христос, сегодня ваш день спасения. Сегодня вы говорите, мне нужно серьезно отнестись к Иисусу, и поверить в Него лично. Это значит для меня что-то. Я не могу жить, как раньше. Мне нужно родиться с высшедуховным рождением. Я прихожу к Тебе, Иисус, по вере и верую в Тебя. Прошу Тебя, спаси меня. Во имя Иисуса Христа. Если вы помолились этой молитвой, поднимите вашу руку. Для всех присутствующих в зале, те, которые не верят в Иисуса, скажите, да, Господи, я верю в Тебя, Иисус. Да, есть один человек, который помолился этой молитвой и поднял руку. Спасибо, Господи. Это означает, Дух Божий вошел вовнутрь вас, и вы стали Детем Божьим навсегда. Слава Господу. Это очень важно. И также мы молимся, Господи, Ты сказал десяти прокаженным, пойдите, покажитесь священнику и сделайте то, что сказал вам Моисей. Они пошли и были исцелены. Один вернулся к Иисусу. И Иисус спросил, а где остальные? Разве не десять исцелились? Где же девять? Похоже, что мы благодарны только на десять процентов. Может быть, нам нужно благодарить Бога в десять раз больше, чем обычно? Благодарение – огромная часть нашей новой жизни. Спасибо, Кемми. Мы благодарим Бога за то, кто Он есть, за то, что Он сделал для нас и делает для других. Господи, обучай нас этому и веди нас в благодарение. Наполняй наши дома благодарением, наши автомобили, наши размышления, чтобы мы размышляли над тем, что есть у нас. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Аминь.